Более 7 миллионов рублей собрали жители Чувашии в рамках благотворительного марафона именем детства во имя детства. В этом году он прошел в 20-й раз. Итоги подвели в Парецком районе. В торжественной церемонии закрытие принял участие и глава республики Михаил Игнатьев. Итоги благотворительного марафона по традиции подводят в районе, жители которого собирают наибольшую сумму. В этом году паричане внесли в копилку добрых дел более 350 тысяч. Правила не изменились, все собранные деньги остаются в муниципалитетах. Именно здесь решают, на какие цели будут потрачены средства благотворителей. Некоторые районы помогают садикам и школам. Направляют, конечно, и детишкам, которые требуются помощи. Иногда они принимают программу, допустим, в дворах поставить детские площадки. Или в детских садиках поставить детские площадки. Иногда они идут по пути удешевления питания для малоимущих в школах. Рыцарей детства в республике стало больше. В юбилейном благотворительном марафоне приняли участие более полутора тысяч организаций. Каждый год на средства из общей копилки приобретают медицинские препараты, тренажеры, игрушки. Меценаты поддерживают и одаренных ребят. Лучшие получают специальные стипендии. И каждый рубль распределяется открыто, прозрачно и публично. И по итогам года мы отчитываемся. Задача наша поддерживать всегда самых инициативных, самых целеустремленных, самых талантливых детей. Наша задача сохранять и укреплять общесемейные ценности. Больше в жизни, наверное, получает тот, кто отдает, кто соучастливый, кто чувствует проблемы ближних. Ребят, наверное, хочу сказать несколько слов в ваш адрес. Я просто хочу, чтобы вы знали, чтобы вы ценили, что есть в вашей жизни. Потому что всегда есть тот, у кого не все так гладко. Всегда есть тот, кто недополучает. И всегда участвуйте в жизни других людей. В этом году в копилку марафона поступило 7 миллионов 800 тысяч рублей. Это средства рядовых горожан и предпринимателей. Самым чедрым меценатам по традиции вручили медали детского фонда. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика.